итак мы снова в эфире сраный youtube не хочет меня принимать мне пишут алё пурурин на самом деле это запланированный пурурин я просто включил запись да в общем хуй с ним с ютьюбом снова здравствуйте дорогие мои друзья дорогие мои дорогие я в ебал баночку флеша и сегодня перед вами запущен флэш а флэш везде флэш рядом с вами и мы будем писать сегодня лунарлендер это уже где-то четвертая попытка вот вас поприветствовать и начать например говнокодить не знаю почему мне получается такой говнокод вроде бы пишу не первый год а такое дерьмо получается ребята где научиться спрограммировать и можно ли вообще научиться программировать особенно в моем то возрасте на короче начинаем начинаем делать наш лунарлендер чё у тебя стаканчик нестабильный такой а это не баг это фича периодически у него раскрывает правая с правой стороны в общем он расширяется конечно это сделано криво по идее он должен расширяться и делать дверку где-нибудь в серединке вот но я сделал все через жопу у меня всегда так вот так для начала я не знаю что делать поэтому мы будем для начала рисовать rtmp рвется звук да ёбаныш ты нахуй совсем жопа или нет это мой проф или у тебя ну канал вроде бы стабильный а вот звук кстати может быть полным дерьмом ну-ка ты знаешь вроде бы ничего не рвется так это у нас будет ракета хотя как на ракету это не особенно похоже вот как рисовать ракету кто-нибудь знает так c у нас будет ракета во мы будем делать так ребята я таких шуток не понимаю так да ладно нормально получилось как и так сойдет теперь к этой ракете нужно дорисовать огонь чтобы было все так огонь ребята каждый за каждую такую шутку вообще идите в бан так ничего нормально так не будем считать что это у нас такое пламя собственно для нашего для нашего эфира сегодняшнего это не сильно принципиально во а чё не желтым ну можно желтым тоже а а ну теперь вообще заебись нет как документ конверт символ как умеем так и рисуем кстати в ней нужно и вот поинту сюда клад поставить а у ракета должен быть где-то вот здесь вот в это его джопе должно быть так вот так тип муви клип рокет и тип муви клип эфири это ты гифку рисуешь давно хотел научиться нет это не гифка мы делаем ракеты у нас сегодня ракет цинс c там ну как-то так это должно быть совет теперь давайте писать код всего этого безобразия про наличие ступени в ракете ты не в курсе надо подумать ничего я все в курсе ракеты как подводная лодка только перемещается вертикальной плоскости ну собственно один проект связан с другим я уже говорил как значит у нас есть позиция начнем как и у отари в 79 году с позиции 0 0 но мы сделаем немножко веселее мы сделаем гравитацию ну 9,81 но мы в школе всегда считали что она 10 равняется у нас метров не будет у нас будут верблюды или попугаи вот у него будет подлодная ракета на ардуини вот ты пошутил да так же у нас будет ротейшн поначалу она будет в 90 градусах ротейшнится чаще нам нужно велосипедия это ну не знаю пускай будет для начала 0 и нам нужна скорость этой ракеты причем в виде вектора ну вот так ну еще наверно параметры двигателя нам нужны ну как то так так честно говоря не знаю чем это все кончится значит с уровень огня будет зависит нашего форса чем сильнее мы форсом тем лучше далее ну как то так сейчас что пытаюсь запустить то теперь пытался что-то описать но ты знаешь у меня ничего до чего-то готового не доходит так чтобы она у нас все-таки летала поставим так ну а здесь что мы будем делать в конце естественно но нам нужно так добавляем по позиции нашу спиды вот так как скорости мы добавляем нашу велосипед вот так так велосипед так я я ни хера уже не помню но так скорость я знаю что нужно добавлять гравити она у нас слишком большая гравити пускай будет 0 1 ну как то так так эмм не вообще в каких единицах здесь сдаются я не помню все таки в градусах ну че мы че то написали оно даже как то ездит вот точка 1 равняется 0.1 совершенно верно можно записать так а можно записать так один хуй ну в ютубах то� трансляции нет что-то ну мы мы с cr quimb пытались осилить трансляцию на ютубе и не осилили так ээээ мммммм далее значится а где старт она сразу летит. Талия, она стартовала сразу, как ты кинешь монетку. Так. И да, нужно как-то посильнее, чтобы оно падало. Чем мы занимаемся? Взюх! Ну, как-то вот так. Запусти тогда трансляцию в инстаграме. Ну, мама, я не уверен. Я вообще ничего не люблю в этой жизни. Вот. Вот. Вы, блядь, дошутитесь. Вы, блядь, дошутитесь. Нереалистично. При вжух он должен еще и носом клюнуть. Так. Так. Итак, нам нужно посчитать rotation, который будет зависеть at engineRotForce. В данном случае они у нас пока будут нулём. Как, блядь, смотреть на твои циферки по радио? Ты сейчас делаешь вид, что у тебя всё работает и наебёшь нас. На радио есть ссылочка на RTMP-поток, потому что есть ссылочка на RTMP, скопировать её в любой плеер с поддержкой RTMP и смотреть видео вместе со всеми остальными. Так, теперь синус от вращения делим на 180 умножаем на π. То же самое со вторым, со второй частью, только это у нас уже будет косинус. Так, только стоп, 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 стоп. И это умноженное на velocity. Ну чё, как-то так. Впрочем, оно как летело, так и продолжает лететь. Теперь... Не, надо как-то помедленнее лететь, я считаю. Но видеопоток же есть. Ссылка на главный. Поставим VLC и открою, да. Давайте как-то снизим скорости. Теперь оно слишком быстро падает. Во. Специально для меня эти скорости. Так, теперь нам нужна площадка, куда нам нужно стремиться. Пока что зададим её так. Раките типа кирпич. Да. Давайте это самое. Типа посадочная площадка. А ещё нам нужна площадка, куда мы будем стремиться, да. Будут ли присмотреться случайные колебания маршрута, столкновения с космическим мусором, вероятность выхода из строя двигателя, сражения с пришельцами, наконец. Всего этого не было. И для моего завода это тоже не надо. Вообще в оригинале были горы. Но то было в оригинале. Я не осилен рисовать горы. Вот. Завод. Да. Завод делает игровые автоматы. Радиус игры 20 километров. Так. И... Таргет... А. А. Вот. И бездых звуковые эффекты будут? нет так не мешай аутировать так видеопоток не может показать сколько у тебя лайков вдруг у тебя мало лайков да у меня их мало айны бью лайка give me you лайка ну чё вроде как мы все изобрели ой а итак я сам буду озвучивать так 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 чем у нас тут и локейшн что есть и кода или я не помню как как мы в тетрисе это делали так кейкод мы вот так делали видите я не помню ни хера а мне еще нужно как-то деньги зарабатывать а вообще жалко что на ютубе не транслируешь мы обычно всей семьей собираемся включаем твой эфир на смарт тиви вообще транслирую на youtube прикинуть нечего то не хочет так итак если мы кидаем на лев то значится энджинь рот двигатель слегка поворачивается в этом плане нужно сделать отдельное значится ракета имеет свой поворот так а вот у фая будет поворот плюс энджинь рот плюс так мы должны если мы поворачиваем влево то он должен пойти вправо то есть все таки единичка ну скажем пускай будет пока единичка помноженное на энджин рот форс в свою очередь энджин рот форс мы немножечко прибавляем вот всей семью это я моя жирная шлюха жена и углюдок сын которого я пизжу кулаков явло его срано добрая семья так это если мы нажимаем влево влево если мы а еще нужно брейк поставить будет попа сколько лет программлю а все забываю действительно я очень хуево программился если риг или уп так здесь то же самое только минус ну вот мы делаем форс плюс но постепенно постепенно если ничего не происходит вот здесь мы его используем форс и делаем минус точка 0 5 да 0 5 постепенно она будет затихать это поворот но но мы основная еще функция сделать силу своего двигателя так что мы его здесь тоже ну скажем так кстати именно поэтому копипастить код не самая плохая идея хорошая идея так здесь если мы идем в мы просто здесь у нас будет где-нибудь скажем плюс единичка зачем нужен этот эфир он не нужен зачем вообще подобный эфир не знаю неужто рейтинги генерируют не знаю как если баят все что не по теме ну а что рейтинги обязательно должны быть не по теме ведь ведь на радио всегда все не по теме ты редко бываешь на радио наверное так значит здесь эндин форс так эндин форс мы будем убавлять на 0.3 вот и так от балды так а вот насчет велосити так 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 велосипед так что давайте его посчитаем велосипедси плюс равняется так чего он равняется велосипедси у нас равняется как раз энджин форфу вот при этом велосипедси минус ну так же 05 она не может быть меньше 0 так у меня на всех меня на всех радио забанили кроме этого но ведь не существует других радио так чем мы еще и сделаем так велосипедси мы используем гравити мы используем так спид мы забыли а нет спид все правильно есть ну чё ну чё у нас куча осыбок у нас синтакс егог случился так так ой ой чё-то там произошло но так так значит engine force он опять-таки не может не может быть ну-ка нажимаем нажимаем вперед видите как круто есть есть проблем я нажимаю вы это видели и съебываюсь куда-то нахуй поскольку я не влезаю на экран кажется слишком маленьким стал вон она ползет 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 этот корабль сможет стрелять нет в оригинале этого не было и для моей задачи это не нужно так у нас есть проблема некоторая во-первых engine force где у нас так engine force оно значится не может быть больше engine больше единицы то все-таки вот также у нас есть еще одна бага а именно вот здесь у нас бага бага потому что мы нажимаем кнопочку и все поэтому мы это будем сейчас вот это мы перенесем вот в это и будем считать каждый фрейм здесь заведем там использовался кей код вот точно так же кстати сделаем события на кей ап и здесь поставим просто номер и меня здесь будет происходки ну как-то так как-то так зюх летит быстро на тормозить так эту порнографию берем не видно как я лечу и делаю вжух и если я вперед ну добавим все это дело разделим пока что на 10 теперь нихуя не двигается и делаю вперед это все потому что у меня вот здесь слишком большой подключатель это чё за хуй то точек поставь после нуля где не поставил точку вот вы все поставил так теперь я лечу жопой назад где-то у нас опять все так если у нас велосицы так так по крайней мере теперь я лечу вперед но стрелочка прежде ему тебя не 0 5 0 5 ну я так и хотел сделать так ну вот делает так судя по всему мне нужно еще меньше так мне двигатель теперь не заводится люди у меня не заводится двигатель если поставить 0 1 а то я вы улетаю в пиздык а если так поставить то так велосицы форс ну вы догадались так думаем где у нас еще может быть что такого отниматься что она перестала работать пришло или пришло время отлаживаться принтами ну вы 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 В смысле? Попытаемся ускориться и НИХУЯ! Неинтересно, почему у нас Е? Так, это уже лучше. Как мы видим, ты на заводе эту задумку покаешь? Можешь начнуть серийное производство. Собственно, для завода я это и делаю. Так, вот объясните мне, что я делаю в этой жизни не так? Так, здесь у нас engine force. Мы его прибавляем на 0,1. А здесь... Так, а где мы его убавляем, а? А, а вот здесь мы его убавляем. Вот, поэтому оно у нас не двигается ни хера. Так, вот это уже неплохо. Только, судя по всему, надо как-то это прибить. Так, velocity engine force, ну... Так... Так, velocity явно должно падать быстрее. Так... Так... Короче, теперь у нас двигатель еле-еле загорается. Вот, и никуда не летит. Что я делаю? Ну, еще вращение не реализовали. А вообще, мы сегодня должны были заниматься немножко другими делами. Но, надеюсь, мы ими еще будем заниматься. Это длинный эфир сегодня будет, сразу говорю. Так, engine force. То есть... Из-за того, что у нас velocity быстро уменьшается, у нас здесь получается вечный 0, или около того. Так. Так. Ну, надо, чтобы оно спадало быстрее. То есть здесь надо, наверное, даже сделать не velocity уменьшать, а... А... Значит, с... Э... 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 вот это вот уже более так реализе реализмические больше не выжить какие интересные у меня скорости я хотел всего лишь игру сделать так уже похоже вот уже на что-то оно похоже так здесь видим такие коэффициенты ну чё-то чё-то похожее чё-то похожее так теперь надо приделать повороты там пожар за ступенью заходит смотри чтобы не было разгерметизации отсеков а погодите вот сейчас должно поворот быть на поворот не поворотик опа 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 как там так значит сам рот энджин роты рот форс так вот здесь а вот это кстати неправильная функция рот форс он должен стремиться к нулю может быть и отрицатель так чёт чай то не то так 05 поставь весело так в эту сторону не пытается даже а вот в эту это еще куда не шло так чё ему не нравится давайте смотреть давайте смотреть я не знаю почему она не хочет в минус уходить давайте принтить тут дальше дальше так так то есть оно на самом деле все таки а вот если вправо то оно так активно меняется а вот если вправо то оно так активно меняется а вы влево а оно и влево идет и вправо одинаково так смотрим чего я нахимичил с кнопками так а вот почему здесь 0 и 1 а здесь 1 вот она у нас проблема была ну в целом так а здесь а здесь мы только задаем силу куда она крутится так так и плюс ну так примерно в свою очередь рот форс тоже должен уменьшаться ну скажем на . 7 успею ли я уже уже что-то а срочно не не осилить так так вот здесь надо побыстрее чтобы можно было читает рады целковского но нам сейчас тоже крайне сложно аутировать во все это думаешь это просто вот у нас тут все тоже не так просто как хотелось бы так я думаю побольше что сделать быстрее поворачивалась а нет помедленнее о так значится здесь root force нет наоборот нам нужно какой-то коэффициент коэффициент инерции сделать чтобы я перестал крутить и чтобы оно продолжало крутиться гравитация побеждает тебя погодите так с хули у меня root force так быстро дохнет а а если погодите что я сделал в этой жизни не так так где-то у меня явно оно удаляется вот она ну что наш прием мы физику то и делаем если ты не заметил это физон так с форсом надо что-то решить как-то его получше форсить так ну все вот и спалил кораблик так что-то у меня как-то вся через жопу мы опять улетели куда-то в непонятные ебени а мне кажется вот здесь в ротейшене что-то пошло не так потому что она куда-то летит не туды вот я поставил 0 она по моему в при включении на своем движке авиа тренажера будут делать да смотрите и она сейчас должно по идее вправо и вектор они должны когда я ускоряюсь он только идет вниз значит смотрим нашу формулу если у нас 0 вот здесь то есть должен быть минус так синус минус мне кажется что-то здесь я перепутал еще вроде остается правильно так а хули он вправо пиздует а он не должен пиздовать вправо гравити к единичке видите здесь обосрался нет хули он вправо двигается а у меня же изначальный вектор скорости так а хули у меня скорость не не уменьшается а у меня тоже должны уменьшаться отлично мне уже нравится что сделал хули ху 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 вот скажите как я этого добился а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Hmm Короче, мы еще этим должны будем управлять В принципе, и так управляем Вот сейчас, кстати, управление идет правильное Но местами, вот, потом берет оно и инвертируется А, я знаю почему, потому что у нас идет переполнение Так Лишь бы это на заводе никто не увидел Оно перестало крутиться, вы понимаете? Оно больше не крутится Так Давайте хотя бы гравитацию вернем Ёбаная ракета Съебывает Ты понимаешь, что только что выкрутил яйца своему кораблю Нет надо больше гравитации я меньше сделал даже на полных скоростях мы не можем противостоять такой гравитации а на полных скоростях так надо как-то велосити тюнить папа 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 больше его поставить а у катуски улетели да пум так engine force пошли пошли тюнь сейчас я буду тюнить все параметры так engine force у меня двигатель полностью не разгорается ну что ты будешь делать а тогда все таки вот это велосити как-то тюнить надо сделать так чтобы от малых значения но не особенно больших даже не знаю так что ты должен получиться товарищ дорогой должно получиться управление ракетой вот что должно получиться то мы слишком так резво взлетает так у меня есть подозрение что попробуем сделать так смотрите получилось я а а а а короче я устроился на работу в роскосмос это мое резюме для роскосмоса как вам мое резюме как вам мое резюме мы мучим значит так чем больше включен двигатель тем больше работает гравитация так понял гравитация зависит от меня а 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 и а а а здесь рот форс можно конечно поменять так где-нибудь 05 и вот можно выставить кстати ограничения рот форс а нет стоп engine рот если engine рот меньше ну скажем минус 10 равняется минус 10 а если больше чем 10 то 10 так дальше не очень понятно здесь минус 3 здесь плюс 3 все правильно но по какой-то непонятной причине у нас какая-то какой-то косяк с расчетом вектора так ротейшн у нас правильным что мы его по крайней мере наблюдаем вот вот дальше нас к это жопа идет или а нет стоп у нас как раз неправильный рот потому что энджин ротейшн помноженный народ форс алса в авиакомпании внезапно есть лицензии на космические запуски перевезки на космических аппаратах вот мы и мы продадим наш сегодняшний шедевр я хочу вправо но сейчас жму вправо у меня отлично растет я жму не уменьшается влево и уме он тоже растет еще куда так девочки я вас покину буквально на а я молодец да я молодец у нас растет форс а форс всегда должен расти вот а вот вектор мы здесь engine рот не задаем молодцы хочу здесь пускай будет единица здесь минус единица форс а ну по крайней мере вектор мы уже правильно а у меня надо подписать друзья мои мне надо подписать а а а а а а Продолжение следует... 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 платформу сажаешь я пока что аутирую так там должна на платформу сесть у нас даже коллизии пока не проверяется так и надо как-то здесь посильнее форс зафорсить как-то у нас совсем вяло это происходит совсем совсем вяло теперь у нас она слишком слишком посоли да я не умею ничего а особенно вот в йенте ваши формулы ведь я все правильно делаю правильно ведь у меня где-то где-то здесь у меня есть уменьшение этих коэффициентов где-то где-то я считаю где там а где я не вижу о эй ну в принципе так и когда развернуть здесь единица здесь минус единица у меня заебало инверсное управление о в принципе уже можно было бы играть получилось сорту куда-то мы падаем в общем так в 90 когда я был нищим студентом мой курить что кортик ходил за хавка своими весами когда я с ним ходил на рынок я даже забывал что хотел купить на нас смотрели как питбулина крыс хоть руки в карман прядь что пальцы не откусили но корешу было похуй ему было весело и когда я его об этом спросил у меня опрет от их рожь даже больше чем то что меня не наебали круто озвучить надо обязательно шум двигателей не для этого мы делаем не для этого мы ебёмся понимаете короче мы сделали какую-то ёбаную хуйню ну как обычно я даже не знаю чуть 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 не дали что-то не то должно быть то ну чё-то не то чё-то не то чё-то не то чё-то мне вот не встаёт на то что я сделал ладно короче меня все это заебало ну реально у нас скорость зависит от того включён двигатели скорость падения включён двигатель или нет так так гласить уменьшается ладно а теперь то ради чего мы это всё начинали летел и ракета упала в болото да вот чем не самому что ли во всё это играть так давайте скорость распечатаем на экране на яичную сверху пещерку которую эта ракета будет залезать какие вы и 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 теперь слишком так так значит engine force я не знаю какие параметры ставить ставлю от болды а ракета лезь лезь вверх не но у меня все за слишком большая гравитация гравити чуть-чуть побольше править сделать ну почти получилось так короче давайте теперь делать коллизии а а а а нет что-то налетает не особенно клёво я хочу чтобы она летала клёво она летает не клёво что делать оно должно клёво и летать ммм а 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 гравитации я устал с ней бороться ну нас же космос блять какой ветер в космосе ты совсем там пиздык мы же на луну садимся а мог бы на хую нити чудить хую нити это для молодых а я а я старенький уе какой хую нити не умею вать ваш хую нити ай ай пиздык все будет потому что здесь нету никаких коллизий мы их пока еще не сделали блять на космос не бывает белым это отладочный космос сынок блин не нравится как она ведет себя вертикали бы близко похожий на оригинал а вот по горизонтали так ребят я я сейчас приду буквально две минутки и 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 им и или и и А тогда флеш на экране и флеш во мне. Так, давайте попробуем. Engine Force Plus Stream. Ну, хотя бы до 0,1 поднимем. Может, тогда будет лучше. А если бы я не сожрал энергетиков сейчас, и фир бы точно не было. Вот, блядь, я не знаю. То ли мне гравитацию побольше сделать, то ли не делать. По идее, гравитация должна быть больше. По идее. Чтобы все завелось. Но при такой гравитации у меня не хватает двигателей. Следовательно, нам нужно зафорсить двигатели. О. О. Как-то уже лучше. Ммм. О. Вперед! Не, ну это тоже почти то, что надо. Есть проблема, то что ракета периодически сталкивается в небесную твердь. Но это нормально. О. Вот. Это нормально. Так, а мы еще надо сделать тормоза. Давайте сделаем тормоза. Так, а мы еще надо сделать 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 тормоза. Я думаю, что ну его похуй с этой платформой, а? Или уж будем делать более-менее честный Лунарлендер? Данный Лунарлендер можно будет использовать на нульчане на странице с логином. Пока не посадишь корабль тебе не дают запостить пост или залогиниться. Как вам такая идея? Да я и себя заебал, нульчик. Ну вот, но что делать? Я не знаю. И да, чем я тебя заебал? Расскажи, чем именно я тебя заебал? Чем именно в чем именно состоит твое недовольство мной? Так. Инженерод форс. Не, вот это все-таки, наверное, как-то зря. Простите, отрицательная скорость от нормы? Ну, как сказать... Ну, как сказать... В общем-то, да. Оно может лететь вверх, тогда оно отрицает. Вот. А может не лететь вверх. Хе-хе-хе-хе. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а так давай сделаем эмулятор мид спины пусть она сама крутится ты будешь направлять его задавать в нужный момент ускорения нет так вот мы сделали апдейт теперь я как у нас называлась она а а а м а Продолжение следует... 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 Результаты. Ну, если отклонение больше 20 градусов... А, и ещё надо бы, как в оригинальном Лунарлендере, сделать ваг с горючим. Во! Мы ещё забыли сделать... Ну, сначала это... Бак. Бак. Горючее должно кончаться. Бак. Горючее. Бак. Горючее. Бак. Горючее. Бак. Горючее. Бак. Горючее. Что нам ещё нужно? Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, как-то так А где сообщение? Добавил субтитры DimaTorzok Буковок не хватат Два часа мы раутируем в это Нам нужно кириллицу Хули в этой вашей кириллице 300 символов? Блядь, ну давай куда-нибудь... Во! Вы ебанулись такой скоростью, что от корабля ниху... Понятно А что если мимо посадочной площадки упал? Это как расценивается? Это расценивается, что вы упали в... Вечное... Никуда Вечное ничто Так, теперь надо еще фуэл оставить ввести Ну, пускай будет 5000 элементов Сейчас будет очень смешно Два часа пишу красивый интерфейс к юнитесту Вот такой вот я аутист Фуей Значится так engine force так значит все так фуел минус равняется енгыне форс помноженный ну скажем на 10 да я сам себя дергаю за член но уже как-то особенно не работает так это у нас будет фуел а дальше будет смешнявка если фуел меньше нуля то ну и при этом он джин форс тоже всегда будет равен нулю вот пакета ты где вы поджарили людей на стартовой площадке так вот то что она продолжает жрать топливо это нехорошо ничего не произойдет импотенто ну ладно будем считать что что мы сделали заебись перезагружать наш бак симулятор spacex да с хуель конечно у меня топливо расходуется я не знаю но видимо соляра течет а а теперь спустя 2 часа 2 минуты начинаем делать то то раньше мы здесь все сегодня собственно здесь собрались вот 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 Аплодисменты. ну и вот собственно функции заебись мы будем что-то решать самый простой пид регулятор у нас будет ну пока сделаем стабилизацию по вертикали если позиция по игреку будет больше чем торги поз то вернуть кейбард а вот если она будет меньше повернуть кейбард дау в противном случае можно вернуть вообще нихуя вот так вот наш пид регулятор как вы видите начал все стабилизировать вот примерно так я для завода и пишу это кстати реально у нас будет такой небольшой стендик собственно стенд на заводе и так есть но меня заебал переключать в нем разъемчики меня заебало его постоянно перешивать своим говном я решил что вот сделать симулятор и отладить пид в нем будет как-то более разумно что ли вам нравится пид регулятор стабилизирует работу нет это я дома рисую я сейчас отлаживаю алгоритм для завода сейчас кстати у нас топлива кончится вот топлива кончилось все пиздарики и это мы пытаемся стабилизироваться только по вертикали смотрел бы и смотрел на это у кого какие идеи есть как нам стабилизировать полет и вообще приземлиться есть какие-то мысли нет мыслей в чате переход от голубого к синему не градиент это полу баг полу фича с одной стороны это баг потому что я немножко поломал рисование я хотел сделать всплески яркости получился получились плески цвета с другой стороны посмотрел на это и думаю чате гораздо интереснее стал вот когда я это исправил чатик снова стал кита унылым я вернулся всплески и стало но если в новостях скажешь что упал и ракета я знаю о ком вспомню тогда ну чё как стабилизировать то полет будем ребят а нам же стабилизация нужно ребята ребята как стабилизировать стабилизироваться так как бум у кого какие идеи есть как стабилизировать наше говно вы пока пишите я буду думать у нас еще как если великие мыслители на радио нет ли великих мыслителей а я пока попробую построить а а а а график нормальные люди бы взяли готовую библиотеку но я же так в какую сторону стабилизировать я только подошел ну вот смотри мы два часа делали ракету вот если ракета включает двигатель то она летит вверх если ракета выключает двигатель то рано или поздно силы гравитации и и вот вниз падают вот и мы сделали примитивный пид-регулятор но наш пид-регулятор сделанный на вот вот этих двух условиях почему-то делает так что ракета не то чтобы не стабилизируется около посадочной точки я бы сказал наоборот мы пока нахуя чем график ну скажем давай ворвись мне только можно но и нужно что скажешь я скажу что я недавно об этом статью писал отказ в том числе о том о чем ты долбаешься сейчас но там 17 страниц жесткой математики вот собственно мне дали задание на заводе вот из-за того что я не оселяю перемножить матрицы сказали может быть хоть здесь что-то получится начальник тут столько матриц нужно обложить что-то из-за и у тебя глаза на лоб полезно серьезно ну это я понимаю это ночью спрашивают а там дауны и ап не перепутаны нет как ты видел двигатель запускается только когда ракета ниже площадки то есть когда надо бы вверх так что ничего не перепутано а то что начали начали стоп она должна запускаться еще до того как ракет опустится верно в этом как раз и вся шутка этого пид регулятора а то что тут жесткий мотан я это прекрасно понимаю и вот вопрос не начальник это не мотан то все равно всего лишь линейная я не умею даже в линейную алгебру и я не начальника ведущий напоминаю вот так что ты нам скажешь интересного у тебя есть идея как это стабилизировать интереснее есть давай излагай но я у туба сразу два вопроса у меня возникает во первых этот авторский так что плавива во вторых а чё до этого алгоритма потом ездить этические вопросы у меня подводка потом будет ездить возможно возможно поскольку скорее всего две алгоритмы управления двигателями будет не только вы для подлодки возможно еще секс-машина моя будет так ездить как-то так подлодка электродвигателя но управляющий элемент который должен стабилизироваться до электродвигатель напишут так страницы жесткого мотану или линейный алгебра вы этого определить мотану словно там действительно ли гейда и не страница 17 страниц ну чё-чё-чё-чё писать куда нажимать то лучше скажи мы тут это не самые умные вот так что куда нажимать кого писать чего как говори давай сейчас открою подъехку а то я тут давным-давно писал кинапс может быть попробовать посчитать расстояние до посадочной площадки исходя из этого определить момент включения двигатель то что ты называешь называется ошибкой текущей ошибкой и именно на ошибке правильный лепит регулятор и работает текущей ошибкой pdf файл завис пишет нам и н и и и Продолжение следует... 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 сделать так чтобы она но если летит в противоположную сторону от платформы нужно чтобы ускорение было в сторону если к платформе нам пока надо бы хотя бы вертикальную позицию стабилизировать я же говорю вертикально то есть если мы знаем что ракета падает то логично включить двигатели чтобы не было ускорение чтобы она хотя бы с равной скоростью падала для начала ну да вот и как раз это и хочется сделать вот в общем удачи тебе эти боли а ты куда и молодой человек а вы куда на второй стул вот так вот всегда у меня что-то нету большого желания принимать участие в проектировании подлодки и вот так вот всегда не проблема в любом случае мы сейчас делаем не столько подлодку сколько учим меня делать speed регулятор чем кончится я не знаю куда пойдет пид регулятор я сказал в подлодку я тоже на самом деле есть куча статей об этом но ты их не осенил вот именно вот в конце концов меня пидор нут завода за то что я ничего не умею вот ну ладно а ты же такой вопрос сегодня кино и ютубчики будут или хуй летающий только до потери сознания ну давай часик паутируем с хуями девочки нету ее реквест как-то вот как-то кстати шизофорочка поживает начальник зажал детали на шизофор точку но купил алюминиевые трубки так а еще мой отладочный граф нихуя не графит то есть мне нужно отлаживать теперь саму отладку вы представляете насколько я дно насколько я не то что дно днище ясно тогда пойду жрать готовить то все равно только подключился и нихуя не понимаю не а что вам интереснее смотреть кинцо с аутизом нежели вот творение великого аутиста сон внутри сна отладка внутри от лапки кстати добавь третью ось вращения и я я знал что кто-то про это скажет потому что в реальной задачи у меня три оси вот когда ты хочешь отложить от лапка от лапки тогда точно дно пробьешь да я я я я я такой где у нас чего у нас график не графит а а так кстати если для начала нужно сделать аммм аммм а здесь блок аммм аммм вы в в я подозреваю что здесь проблема вы нет нихуя а можешь набрать графита для графика троллейбусной базе депо это называется троллейбусное депо так я вызываю апдейт апдейт и нихуя через аутизм к звездам а так хоть сам развиваешься я вообще ничего не понимаю хрен ли она не работает так счета сюда пишется конечно но как-то не особенно весело все это почему она не она ну на ракету ведущую пустолить теперь пора и кинцо смотреть ракету завтра вечером продолжим мучить вот если девочка придет тогда будет на youtube кстати много часть смотреть например я сегодня смотрел как открыть хлебопекарню как просто подать документы в роспотребнадзор и вот делать хлеб хлеб вы хотите делать хлеб хлеб это прекрасно вы делаете прекрасный хлеб почему у меня вы равняется надеюсь чуть-чуть не зависнет нет все примерно так и должно быть но почему-то она не желает рисовать нам то что нужно где посмотреть видео чтобы ничего не открывать ничего не делать ну чтобы вообще ничего не делать ну боже даже видео я открываю тебя так раз появился он там и зелененький хуёк а почему он только такой появился непонятно только в одном месте у нас появился что-то не то делаем hit left right side stop with а x надо было ой я я дурень ой я дурень шапи забыл к хуям о о о о пошло дело так трейс берем нахер все тормозит здесь поставим гиги яичку так и здесь уменьшим делитель ну скажем на 10 вот это у нас уровень ошибки на что же этот уровень ошибки похож функция этой ошибки на что же она похожа мне вот даже впадлу винду переустановить уже восемь лет поздравляю ты почти как и я а видео как хлебопечку сделать там не было нет школьник с pdf файл им уже ускакал ничего не подсказав да не хочет он принимать участие в нашем безобразии девочки может в армии уже нет призыва насколько я знаю сейчас нет наш ракета падает и взлетает это у нас запаздывает немножечко значение ну чё давайте давайте теперь а вон графики пидорасит нарисую хотя бы рисунок как бы по красоте стабилизировать ракету при заданном позиции угле наклона погоди какие рисунки давай давай охуячит нашу ошибку давайте так если ошибка если ошибка будет равна ну скажем да не больше ста то только тогда запускать двигатель пытается выбраться наружу вот нам нужно как то вот что если вот мы чуть-чуть не долетели вот тогда то у меня температура дедлайн скорая из еды банка сайры и банка фасоли да у тебя хороша жизнь у меня дедлайн был еще в августе ничего полезного я за это время не сделал как-то так если мы так ну в принципе вот так у нас она была и это очевидно вот так включаем двигатели какие нахер ракеты на плоской земле но ты не знал что земля плоская ошибка плюс значение когда будет заранее спускаться ну на самом деле я думаю неплохо бы померить 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 предыдущие значения как вам такая идея мы конечно могли бы подсмотреть значение вот последнее значение мы кидаем ошибку и ну скажем скажем возьмем последние 20 значений если они у нас есть да нет от и до 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 и двигатель включая высчитывая высоту до платформы с учетом скорости падения и ускорения ну вот мы сейчас попытаемся это реализовать я думаю если в течение часа девочка не придет то мы возможно пойдем на github и будем тырить оттуда все пидрегуляторы которые только видим ну да ладно значится это суммарная у нас будет ошибка за последние так 20 значений да ты же сам спать уже хочешь я сожрал баночку флэша и вот как видите программу на флэше так это у нас ошибка которая так примерно было за последнее время вот из нее мы можем вытащить ускорение значится текущая ошибка минус вас и и вот если значится ошибка плюс last year нет вел помноженное скажем на 20 больше нуля так это смотрите-ка уже чё-то близкая она по-прежнему осцеллирует давайте сделаем не 20 10 не ну чё мне это нравится но как-то все таки это не то вы не находите так она хуже осцеллирует вот просто куплю на юри квест меня убаюкивает это качание обратите внимание что каждая новая итерация все ближе и ближе к платформе а нет нет перерегулирует может так и оставим а но еще мы можем поворачивать нет не поворачивать мы не можем все надо приделать повороты было бы смешнее смотрите мы каким-то образом все-таки приземлились а как же сторонние переменные вроде ведра или внутренних течений давай как то попытаемся понять что с этим делать значится значится вот это вот умноженное на 5 она мне не нравится но является какой-то за за хардко каким-то за хардкожным дерьмом что вы могли бы сделать здесь могли бы считать последнюю ошибку не задаваться значения за побольше вот но если ее считать за побольше нужно будет много памяти у меня в микросхеме столько памяти нет еще мы могли бы сделать здесь не дискретный кейборд апп а пошимить его рандом вместо пяти кстати уникальная на на инновации так ты знаешь ты знаешь что мне это нравится мне это нравится мне это нравится и 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 хвалил но почти 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 и и и все равно все сдохли все равно все сдохли твой алгоритм в таком виде тратить слишком много топлива у маска все еще пока лучше так рандом только один раз генерируется нет при каждом шаге при каждом кадре давайте тут единичку уберем а может быть history поменьше сделать давайте поменьше history сделаем скажем последний 5 значений да задача стабилизировать хотя бы по вертикали это о мы ушли в перерегулирование ну чё чё делать будем девочки у кого какие идеи а девочки или день у кого ускорять не в тот момент когда скорость через ноль переваливает а немножко до ну надо понять на сколько вот пишет добавь больше history 50 хотя бы ну ладно предлагает а если от 5 каждый шаг отнимать по 0 5 давай пробуем на самом деле так оно быстро истечет поэтому давай 0 5 отнимать 0 0 5 оооо и мы опять ушли в ебеня я предлагаю пойти на гитхаб и стырить оттуда пид регулятор как вам такая идея а а а девоньки всем похуй я понял ну ладно тогда я уже иду так пид регуляторы на ардуино помнится накачал их пачку целую куда я это сделал я не помню конечно с пизде мы никому не скажем так я их накачал директорию пидо таком zip и так сейчас мы будем портировать наш пид регулятор на флэш мне прямо интересно че из этого получится так а а вы чувствуете как вы обмазываетесь а вы чувствуете чувствуете ребятки а а а а а Аааааа. Вроде бы остального можно не объявлять. Главное, чтобы вот этого никто не видел. Так. Мы сделаем вот так. Портирование... На чато. Так. Так. Вы заслужили. Да. Вы заслужили. Так. Ну, предположим, что это у нас... И так само собой подразумевается. Только запомним, что интегральное значение 32-битные, деривативы 16-битные. Так, куда этого заслужить? Не ясно. Но, в принципе, мы можем из этого тоже функцию сделать. А, нет, стоп. Зачем из этого функцию? Это переменная. У нас будет переменная, да. Вот. Жаль, что скобочки не подсвечиваются, поэтому можно объебаться. Так. Так, у нас нету UUL, поэтому, ну, как-то, так, должно все это работать. Сейчас мы, возможно, будем всирать, но, смотрите, как интересно сделано все переменные со знака подчеркивания, что нам очень сильно упрощает жизнь. Извини, что не в тему, но ты, в итоге, нашел замену колбасили, прежде чем на ней сидишь. Пытаюсь пересесть на картошку, ну, вроде как, получается. Вот, я держусь, по крайней мере, так, что у нас дальше? У нас нету типов здесь таких жестких. Так, floatuparam. Что такое floatuparam, непонятно. А, вот она, floatuparam. Значение... Так. Так, давай уже переезжать в Бетарск. Будем сельдерей выращивать. Кстати, весна, самое время вот для начала вот этого всего. Уже пора осаду выращивать, если что. Так, что... Надо думать. А у нас еще земля не куплена. Так, что... Так, что... У нас еще земля не куплена. Ребята... Сельдерей стал охуенно дорогой. Даже в пятерочке. И стеблевой, и корнеплодный. Вопрос, где взять семян? Я посмотрел цены на семена. Пять ебаных семечек стоят 90 рублей. При этом ни одна сука тебе не даст гарантии, что из этих семечек что-то взойдет. И это сраная тыква или помидоры. Гектар на Дальнем Востоке бесплатно возьмем. Возьми, пожалуйста, еще бесплатно самолеты или билеты на него. Тогда пойдет... Может быть... Ну, ты, может быть, и доедешь, а я вот... сомневаюсь, что я доеду. Так... Как вы думаете, я это портирую или нет, а? Что-то мне не верится, что я это портирую по-человечески. Ну, попытаться можно. Автостопом в тайгу. Ю-ху! Экспедицию соберем на Дальний Восток. Бла-бла-кар наймем. А у тебя что, деньги есть? Так... У нас ведь... Интегральные значения были 30-дубитыми, да? Так, стоп. Integra min. Ну, пусть будет вот так. Никто не мешает вызвать такси, доехать к нему, когда доедем, убежать в тундру. Я пропустил. Сейчас говорит, что портируем, что добиваемся. Мы взяли первый попавшийся пид-регулятор с гитхаба. Вот. И пытаемся его приспособить для управления нашей ракетой. Очевидно. Ну, сами-то мы мозгами-то не особенно блещем. А здесь такое-то счастье, да еще и на халяву. Так, дериватива у нас 16-битная. И так зайдет. И так далее. Ну, вроде бы даже портирование завершено. Как вы думаете, сколько здесь ошибок будет? Думаю, не больше 10. Ну, всего две ошибки. Так, в строчке 380 мы забыли... А что, в строчке 380 ничего такого нету. Просто пид. А, вот оно. Теперь из двух ошибок стало 3 ошибки. 392-я строчка. Теперь из трех ошибок стало 7 ошибок. Вот. Вот. Так. Вот. Так. Где у нас там последняя, 306-я? Так. Вот как-то так. Вроде портировали. Насколько оно рабочее? Не ясно. Ай. Так. Ну, давайте теперь. Давайте начинать. Значит, с... Надо сконфигурировать. Здесь значения P и D. Я не знаю, как конфигурировать, честно. Поэтому мы где-нибудь вот здесь от балды вхуйнем один, 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 один. Я не знаю, чем это кончится. Дальше нужно кормить его каждый раз степом. А на выходе этого степа мы будем получать некое значение. Надо чекнуть документацию. Я так понимаю, SP это текущее значение. Так. Так. SP это текущее. Так. Я сейчас читаю документацию к нему. Так. Step. Степ. Уху-ху-ху-ху. так как часто я буду запускать стэп с какой частотой ну так сп это куда фб это что ну ладно значится куда и что это куда а это у нас что вот и давайте пытаемся этот пид просто распечатать в нашем графе чего он нам скажет а и до герцовку значится здесь хз мы запускаем 20 раз в секунду 20 герц не особенно виден результат давайте мы немного помножим на что-нибудь и чтобы уж точно видеть его примерно 100 почему поставили ему один бит и возможно из-за этого мы ничего и не видим так давайте поставим ему значится бит так 10 и сделаем без знаковым ни хуя совершенно ни хуя мы не получаем давайте запустим трейс сделаем мы получаем чистые нулики вот что мы получаем мне так не нравится давайте здесь кинь будь до такого хуя у пида я в жизни не видел давайте здесь что-нибудь пошаманим как были нули так и остались в общем или мы что-то не так портировали или какой-то неправильный пид нулик Смотрите, у нас проблема. В общем, все три пида у нас являются наном. А почему они у нас наны? Может быть, мы уже в эту функцию втираем? Нет, на входе там что-то человеческое, на выходе наны. Ищем вот эту функцию, раз мы ее втираем. Так, давайте чинить. Ретар ноль, ноль, парам. А вин, это парам, умноженное на мульт. А мульт у нас является чем-то очень большим, я так понимаю. Мульт равняется, парамбитс 16. Короче, оно является наном. Уже здесь. В общем, уже у нас равен парам мульт. Тоже нан. А он-то у нас вообще равен андефиним. Ебать. Так, мы вот это возьмем сюда. И отнесем вот сюда. О, какие-то значения пошли. Человеческие даже. А вот теперь всегда пишут 1023. И ничего. О, в минус что-то пошло. Ура! Мама, что-то пошло в минус. Чего-то как-то оно пытается регулировать. Уже неплохо. ХЛС поток для стрима. Где-то был, но где именно, я не знаю. Так. Давайте вернемся к нашим единичкам. Здесь вроде бы 0 должен быть. 20 Гц. А что там было еще, я не помню. О, чиселки бегут. Куда бегут чиселки? Куда там уходить при регулировании? Так, нам нужен ресет. Чем мне понравился этот PID-регулятор, который мы с вами сейчас мучаем, это то, что у него где-то был ресет. А на заводе ты скажешь, что PID сам написал? Конечно, нет. Я честно скажу, что я его спиздил. Ну, собственно, скорее всего, у меня этого даже не спросят. Работает? И заебись. Я так ударил в ладоши, что чуть не оглох. И мы ушли в перерегулирование. А теперь нули. Так. В общем, если мы падаем, то нули. На заводе Васильевичу похуй, почему агрегат работает. Главное, чтобы включался и выключался. Да. А сейчас мы уходим вверх. Почему так? В общем, мы уходим то вверх, то вниз. Я не могу понять, почему. Так. Видимо, ему не хватает отдачи. Потому что мы не используем отдачу. Так. Это мы удалим. Нам это пока не надо. Мы сделаем так. Если пид больше пятиста, то вернем ап. Ну, это так. Предположение. Да почему спидел? Раз выложил на свободу, можно брать. Я так с лестничной клетки плинтус деревянный взял. Он отлично подошел в мою комнату на даче, кстати. Не, как-то хуёво оно регулируется. Скорее надо, наверное, если меньше пятисот. Так. О. Не. Не функциклирит. Хотя не то, чтобы он совсем не функциклирил. Надо настраивать пин. Это эти три волшебных числа. Как настраивать эти числа? Обычно пишут учебники. Так. Страниц по пятьсот. Зачем тянка нужна, а? Смотрите, 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 еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее давайте если бы он еще в самом начале не улетал такими маленькими шажками спускается долго 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 надо дериватив поправить а вы говорите там жесткий матан дома там все-таки был жестким так ладно давайте дериватив побольше сделаем не но где-то там в вышине да зато не нужно открывать pdf файл смотрите держит достаточно стабильно но не там где надо в разнос пошел сейчас упадет и И тут кончается топливо. Не, ну вот как-то так. Погодите, давайте интегральную часть побольше сделаем. Субтитры делал DimaTorzok Это у нас качели теперь получились. Наша деревенская девочка не объявилась. Кина не будет. Ну, почему не будет кино? Кина, в принципе, может быть. Но мы можем посмотреть, например, о том, как жарить хлеб. А в бок, могёшь? В принципе, могу. Почему у тебя при выключенных двигателях в падении топлива расходуется? Не знаю! Потому что двигатель не выключается резко. Конечно, лучше хлеб, а не кино. Есть тут у нас один хлебопёк. Если вы понимаете, о ком я. Не, блядь. Ну, я, конечно, охуеваю. Как охуенно это сделано! Аааа! Нет. Ты что, не знаешь нашего пекаря? Нашего родного пекаря! На транквилизаторах которой... Так, в общем, меня это заебало. И мы сейчас будем делать... Где у нас слайдеры? Слайдер 1, слайдер 2, слайдер 3. Наш пекарь это Шил или Шир. Хрен их там разберёшь. Верно. Так. Значит, с максимумом пускай будет 10, минимум пускай 0, снап интервал 0.1 пускай будет. Вэлью также 0. Так. Так. LiveDragon надо включить им. Чтобы я точно видел, что от моих действий что-то зависит. Вот. Вы всё ещё выходите на орбиту, Илон и Маски? Ну, у нас даже получилось. Мы спиздили PID с GitHub. И вот как-то так... Так это назовём... SP... Этого будет звать S-I... А это будет звать и S-D. В чём вам не нравится выход на орбиту? У нас почти получается. Так. Надо сделать бесконечное топливо себя. А то я заебался. То, что ракета в самый неподходящий момент падает. То, что ты спиздил книгу, молодец. Где у нас топливо? Теперь у нас бесконечное топливо будет. Так. Что? у кого спиздил не знаю называется fastpeed перри попавшийся что нашлось более-менее такое цивильное для arduino конечно же неплохая вещь я думал будет хуже я вообще не думал что мою ракету может как-то стабилизировать ну вон как и давайте сделаем так так зачем он бибикает достаточно сложно понять какие значения здесь используются охуенно 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 вообще могли представить что такое говно как я написал вообще может стабилизировать вы ее так вы уходите регулирование охуенно нет осталось почитать 500 страниц как настраивать speed регулятор нам еще до площадки до полета к площадке лететь и лететь как охуенно только если я потрогаю пиды он начинает вот так себя странно вести смотрите как интересно это просто охуенно если еще больше сделать его и нет слишком большое значение нет слишком большое значение я не знаю впервые за долгое время я сделал какую-то говнину и радуюсь ей Продолжение следует... 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 будем делать влево вправо еще вот мы играю ся сколько денег нужно на бюджетный компухтер слушай сложный вопрос что значит бюджетный что значит компухтер свой я купил лет 7 назад за 20 тысяч рублей в принципе цены так-то и остались только умноженные на 2 я бы не доверил свою жизнь контроллеру коншины соли за 5 баксов странно что завод так активно использует алине уже ли все эти ультрамаженные платы и датчики хоть на что-то толковое способны анончик других нету пишет 1000 плюс монитор ну и монитор вместе с компуктером за 1000 можно взять я вот хочу себе компуктер сделать за 2 доллара вот памяти дополнительной с рам памяти напаять можно экранчик на не знаю что делать с экранчиком по идее чтобы получить разрешение спектра нужно 2 экрана по горизонтали и 3 экранчика по вертикали того 6 экранчиков но в китайских модулях только одна перемычка я не знаю это ограничение самого контроллера то что он умеет всего лишь на двух адресах сидеть или как в принципе их можно по спи подключать или можно через мультиплекса тогда их будет дохуя но я не уверен что мы уложимся в ширину шины а так потом включить клавиатуру ps2 мышку ps2 у меня я специально купил по это дело мышку ps2 вот как нибудь мы за у тебя правда последний момент когда я собрался собственно подключать у меня не хватило пинок для подключения питания ну что мышки клавиатуре нужно 5 вольт ну и чё-то я забросила потом такая мысль пришла что ей совсем с ума сошел мне же есть планшет для отладки а для аутизма как слишком сложно вот насчет лт ну я поискал телевизоры меньше чем за тысячу никто не отдает это я бесплатных выбрасывал вот вот напишет да ладно других нет в европе штатах и той же японии не делают что ли внезапно в той в той же в тех же штатах есть ст но у ст производства угадай в какой стране так что что у китайцев покупай что у ст напрямую в сша только у ст дороже а так пожалуйста бери у того же ст техас инструмент какие проблемы те же чипы от техас инструмент также лежат на али так чтобы вы делали на компьютере за 2 доллара а чем бы вы таким интересным занимались на компуктере за 2 доллара может таки купить эти хваленые компуктеры с кендритом точнее процессора кендрит на фон 512 а стоп вру там 8 мегабайт целых с рам памяти 8 мегабайт представляете в вашем компе будет целых 8 мегабайт и 230 гига опсов но не флопсов представляете 230 гига опсов есть конечно небольшие недостатки у этих чипов ну например то что их толком нигде не купить кроме одного места то что у них нету даташи то вот мы и ащи разбери и 5 чё плохо конечно плохо стоит 25 долларов вы ебанулись такие деньжище это почти 2000 рублев да пошли вы нахуй за такие деньжище это в два это в 10 раз дороже сделал бы за умный калькулятор который рисует примитивные графики для прикидки ти 85 пожалуйста не знаю я на компьютере за 10 доллеров гоняю бенчмарки динамического транслятора у меня 32 метра памяти 4 гига флэша очень хочется хдм и распаять но я не умею чего не уметь в хдм и по моему и блять уже не попал 4 дифференциальные пары просто берешь и распаиваешь не за 2 доллара можно купить современный комполютер и коробок спичек в подарок спрашивает закончилось ли говно ну не знаю вот и здесь как видишь так если интегральную часть вообще выпилить что будет без интегральной части как-то не хочет спускаться даже давайте кино только не про хлеб чем вам хлеб не нравится давайте про хлеб а можешь рассказать про таблетки которые принимаешь или не стоит скрывать эту тему я вот сам уже полтора месяца флокситин прямая вроде хорошо но мало скажем так антидепрессанты такие таблетки которые лучше ну саму лишний раз как-то не экспериментировать я поэкспериментировал и в общем привожу к мнению что лучше не стоит и вскрывать эту тему не в том-то в том-то дело что не вижу не смотрел видим поток потому что там было говно вроде слушаю говно еще тут ну ты попробую посмотреть вокруг может быть ты обосрался и все окружающее для тебя также является говном так что ты там как-то сберись так мы кое-как обучили и ракет почему-то но нам нужно больше от лапки больше от лапки богу от лапки пиг эмм курс то я по идее закончил но мне нужно врачу которым есть таблетки выписывал а к ней попасть не так легко как хотелось бы отечественная медицина мать ее так у нас было не как у нас было как у нас было то ну как-то так мы будем считать 3075 и пять с половиной 3075 и пять с половиной это герцовка 10 бит и беззнаковая так что будем делать дальше давайте сделаем второй пид пид 2 сделаем для оси x и здесь у нас будет 0 и 0 мне теперь гораздо интереснее сумеет ли он в круглые значения не в углы чем будет ну не так уж и плохо нужно приделать кое-то и массовые максимальное отклонение чтобы наши ракеты не вращалась аки хуй знает что к хуя ему катился отсюда ну он за хардкожен счет когда людей жаришь или еще что так бывает тем как-то стабилизировать это безобразие надо внести изменения в конструкции ракеты где у нас расчет самой ракеты значит за ограничение в ебем Все равно много Так Нет, сила от того, что мы поворачиваем налево А поворачиваем налево нашим ускорителем Так Теперь надо въебать две позиции Значит, если будет меньше, скажем, трехсот То влево А если будет больше семисот То вправо Так, это плохая идея была Так Так Я чувствую себя тем инженером, который в ракете прибор молотком забивал. Он летит к хуям наверх. Она уходит в перерегулирование. Мне надо побольше сделать ей, чтобы запас был, чтобы она могла вращаться лучше. Ох. Субтитры сделал DimaTorzok И еще покачивает им издевательски И улетела нахуй Куда? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так 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 У нас будет Частью класса Так В конструкторе у нас Я-то понимаю Ничего не будет ибо не нужно, хотя почему не нужно, мы его можем из конфигура вызвать то же самое. ДЕВОЧКА! Прямо представьте, как стоят разработчики такой ракеты на испытаниях, а она начинает выравниваться по углу, улетает в небо, и они такие, КУДА, БЛЯТЬ! Ты не забывай, что я ещё коптер хотел сделать. И сделаю. Ну как-то так. Как-то так. Посоли мы. Как-то так. Значит, здесь мы это уберём. Как у нас называется конструктор? PID? Да, PID. Просто PID. War. PID 1. New PID. И PID 2. New PID у нас будет. Зачем случайный фильм встретиться? С ним интереснее аутировать. Весело тебе будет с коптером, особенно когда он зависит, ты будешь сбивать его лопатой. Нормально. Управление коптера тоже будет на флэше. Я его смогу к топливу отключить. Аааааа! Так. Значит... Чё, как, куда. Так. PID 1. Вау. PID 2. Вау. PID 1. 2 значит 2 и 2 вал а еще нам нужно решить что для него важнее так теперь конфигурируем и так же будем пить 2 конфигурить этими же значениями так что то мы так call possible undefined метод так 118 но было а а я так питклер так у нас у нас ошибки пошли пид 1, пид 2, пид 1, пид 2, пид клир а я знаю хак для этого привязать к столу на веревочке вы не забывайте, я опытный разработчик я знаю про веревочку так, хули у меня пид 1, пид 2 не хотят пидить они что, совсем эти свойства фастпид клир в пид нет, не так так, я вот смотрю класс нет, есть именно фастпид клир там вызывается аааа у меня есть предположение надо сделать его паблик паблик фанкшн паблик конфигур паблик степ и тогда еээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Большой коптер вместо испытательного стенда. На скотче коробки привязывали к тяжелому советскому столу. Выносили на улицу и крутили мотор, чтобы понять, куда питание улетает. Опытный техник привязывает технику к гире. Это дает одновременные контроли и некоторую свободу. Если техник захочет убежать, она сможет. Надо как-то сделать так, чтобы хуяченье вверх как-то все-таки стабилизировало ракету. Но с другой стороны, это неправда. Откуда? Ну и пошли вы нахуй, сказала ракета и съебалась в небеса. Сделай две дюзы. А это, кстати, идея. Две дюзы. Тогда три дюзы сделать, как у меня нарисовано. И все они управляемые. Что я делаю? Но ведь тебя тоже отпустили! Как-то он, знаете, так тленно нападает. Что все тлен. Ну я хотел по бокам сделать. Получится... Знаешь, вот к этому эфиру я шел где-то недели две. Каждый день представляю, как это буду делать. Тогда же получится какое-то страшное существо. Не, не хочу такое. Я представлял себе, это будет страшно, страшно, страшно. Так, ладно. Переделываем все. Все надо переделать с нуля. Две дюзы будут направлены вверх, а третьи на центр галактики. Подлетаю такой к центру галактики, а там защита стоит. И существа такие беседуют. Так. Тогда предлагаю приделать... Значит, с... Я сбежал, вышел на улицу и бежал домой. А как с физры когда-то в школе. Теперь пытаюсь доджить встречи с тамошним руководителем. Видишь, не только коптер может сбежать, но и ты. Ты тоже можешь сбежать. Еее, ты личность. Личность. Так. Так, если мы делаем несколько дюз, то параметр rotation, наверное, неприменим будет. Вообще, rotation у меня тут выполняет роль такой инерции. Сделай не корону и сопла, а три раздельных пипки. Так. Ну, как оно рисоваться будет? На самом деле, дело десятое. Хотя. Хотя. Так. Так. Сжигать хочется. Так. Аминь. Судя по рассказам, туда собрались еще и конструкторы, и операторы, единственные сбежать. Ты говоришь так, словно что-то плохое. Пускай бегут все! Это же прекрасно, разве нет? Я художник. Я так и вижу. Это не обглоданный сыр. Я так и вижу. Мы бежали, мы бежали, наши ношеньки устали. Напиши на ракете Роскосмос. Нет. Нет! Нет! Так, ну как-то вот так-то оно будет, я так думаю. Так, этот фаер можно выпилить. Вот у нас будет... Вот там все скатилось в шарашку и распил грантов на уровне руководства. Вот и бегут творческие личности. Умирают же! Ну, или у них кончаются таблетки, как у меня. А так, знаешь, напоминает контуру, на которую я работаю. Мой завод напоминает... Точнее, как... Вот то, что... Вот ты сказал с распил. Вот после распил, кому-то ведь все-таки это делать надо. Вот. А делать мне? Так. Давайте делать версию 2.0. Я сохраню версию 2.0. Переверни пламя на 180 градусов. Так, реалистичней будет по цвету. Ну, ладно. Его лучше прикрасить тогда. Так, это... О! Сойдет? Так. Теперь-ча. Теперь-ча. Я так думаю, ПИД у нас будет в каждом двигателе отдельно. Так ведь? Ммм... Как же жрать охотно? Как же охота жрать? Так. 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 Я думаю, velocity у нас к чему относится? Это текущее ускорение корабля. Какого хрена она у меня сделана в виде скаляра, а не вектора, а? По идее, ведь здесь должен быть вехта. Всвари кашу. Ммм... Сложно. Для каши свет нужен. То есть, днем я кашу сварить могу. А вот ночью не особенно. Вы слышите, как скрипят мои мозги? Слышите? Моим мозгам больно думать уже. Ага, потом за три недели из говна и палок. Ваши документацию и прототип на импортной ЭКБ, ибо свою еще не привезли, и вообще никто не заказывал. Да, как это знакомо. Вы только закончите ремонт, и мы вам сразу оплатим детали. Хе. Ммм... Куроч. Куроч, куроч, куроч. У нас будет три двигателя. Что-то не соображу ничего, как это сделать. Туплю. Но это нормально для меня. Туплю. Они ведь сами этим могут заниматься. Сами. Так. Назовем мы тебя... Engine. Нахуя три двигателя? У нас же прогрессивный проект. Один двигатель, то с изменяющимся вектором тяги. Да, у нас прямо сейчас так и было. Но мы сейчас все переделываем. Мы сейчас всираем так с трудом заработанные полимеры. Примеры. Так. так мы сейчас будем изобретать силы действующие на рычаг до хотя какой-то мы рычаг мы хоть четко пытаемся изобрести так так мы будем следовать канонам классического торпедостроения так так насчет rotation я не уверен куда мы это будем оттачить начнется так вот это кинем сюда же в step чтобы понять куда нам ехать значится это мы сюда же кидаем чтобы мне самым быть спайком нужно наследоваться от спрайта ну хотя бы у маска 9 двигателей из которых три работают при посадке ну вот у нас тоже будет три двигателя нам ведь посадить надо все это безобразие так теперь какие методы мы можем сделать метод пил я так понимаю значит а не пид мы здесь считать не будем не 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 пид мы здесь считать не будем пид является основной частью так ну чё мы можем сделать здесь вот это все что мне приходит в голову при этом она должна посчитать как сильно его ему делают велосити или не велосити я уже запутался что нам считать нам для нормальной физики нужен центр тяжести спросите попроще так вкл выкл тяга в процентах нет нам нужно только вкл у нас будет только вкл чем чем больше ты делаешь подряд вкл тем сильнее она разгоняется вот а привыкл то есть все таки нам тик нужен тик все таки нам нужен степ вот вкл вкл центр of gravity пусть будет в середине ракеты пускай он будет в позиции 0 0 0 к чему как раз двигатели и крепятся вот так хотя она мне изначально называлась engine force чему там engine force у меня равнялся то как engine force у меня был от клавиатуры запитом он of тогда нам нужно в конструкторе двигателя еще указать силу этого самого двигателя ауа так это уже интереснее остановится с духа не пускай будет 09 и мы отсюда берем так велосипедовый нам не нужен ты решил помочь мне сделать игру ту самую не знаю какой игры игры речь где бы я делаю прототип для своего завода это максимальный аутизм так сохранить это максимальный просто аутизм это сейчас в 2d делать там же еще да будет в 3d посмотрим мы 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 это все посмотрим 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 наверно я проективной разверткой допилим до 3d не надо мне про развертки мне так больно жить так мне кажется завод интерес интересует в 3d так это у нас будет форс значится будем включать двигатели со следующими здесь . 1 . 3 и . 1 значится здесь мы будем пытаться понять какие двигатели мы будем включать ой как все запутанно как все запущено я бы сказал как мне не хочется жить всего этого апдейт рокет ротейшн рот fire x вот здесь надо переделать все а 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 нормально а а а а а а а а 0 вот 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 а с нас вот повернем чуточку налево минус 22 повернем чуточку направо плюс 20 ну будем будем считать что как-то так так теперь все это всю математику которую мы тут считали все это не надо так клавиатура нам тоже как бы не нужно это нам не надо скорость там еще нужна вроде бы виды виды регуляторов нам нужно тоже три штуки по идее ой мне ой мне страшно на это смотреть делаю роскосмос я работаю в роскосмосе мама я работаю в роскосмосе так так что здесь делать будем там пока пока не нужно делать заявись я так думаю нам пока нужно разобраться с тем говном что мы так сделали значится здесь что если лифт то мы будем использовать энджин с 0 степ вот сейчас у нас вообще будет супер физон если так то так если а вот сейчас у нас до тормозить нечем теперь тормозить нечем так топлива хуй с ним а вот теперь уже интересно ротейшн форс чему же равно равно так нам нужно получить тягу от этих двигателей нам нужно получить тягу так энджин форс мы сделаем его просто паблик паблик вор и энджин форс значит ротейшн форс у нас будет энджин сейчас главное знаки не перепутать форс 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 чем дольше на турку жертвы тем не должна быть тяга чтобы как в игре их было ну я а я что по твоему делаю так но мне тут логика подсказывает что где-то здесь должен быть синус или косинус форс вот что-то она мне вот подсказывает люто бешено вот так ээээ значит со велосити основной велосити будет от основного двигателя ой неправильно ой криво ой через жопу так энджин ротейшн у нас вообще нету у нас будет вот наверное так да что там берем значит группу ориентированных симплексов над векторным полем представленным полем твоей ракеты на эвклидовых координатах и короче хуяк хуяк эти симплексы триангуляции в мультиполигональную роллинг матрицу ну и обрабатываем сигнатуры матриц зависимости от косинуса телесного угла положения группы в форзанстве 3d образованным при помощи нормали а потом сглаживаем это проинтегрируя в криволинейную поверхность труда ракеты интеграем по поверхности и затем взяв дифференциал для приближенного вычисления через симпсоны и гессианы функции ракеты затем переводим вычисления в тензор и начинаем работать под пространствами куда заодно можно в пидорасить raytracing шейдерами ну а велосити ну летать наша ракета никому не обещала а зачем я живу зачем я живу так engine force нам не нужно больше так сдухание скоростей позиция коллизии не ну чё то чё то как то так запустится не запустится одна ошибка определение базового класса спрайт не найдено нам так так была одна ошибка теперь 3 колту опасен а а indefinite метод and child ну я ведь сам спрайт ладно пускай буду мове клип тогда так теперь я definition а теперь мове клипа нет так так было одна ошибка стало вон сколько так значит 36 38 39 давай чини 36 38 так engine force у нас точно не будет так 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 engine rotate force вообще локальные теперь переменные Ну, вроде как. Зачем ты переводишь переменную на локальный переменную, у тебя одна ракета, оставил бы классовый. Так, уже поздно. Так, engine force, 97 строчка, 97, у нас больше нету engine force, у нас нету, так, теперь engine road, 121, 122, 121. Так, engine road. Так. Вот идея в том, чтобы оно бы как бы ускорялось. Усилие, с которым оно поворачивается. Здесь, кстати, тоже должен быть, вот, force, то есть мы ограничиваем на максимальную силу поворота. Так, engine force, 171 строка. Мы не сумеем вычислить теперь силу. Вот, блин, ты бы абстрагировал класс ракет от класса двигателей, замутил бы интерфейс для двигателя. А в самом двигателе выявились бы изменения в рентайме характеристик в отдельную структуру. Собственно, так я и сделал сейчас. Так. Теперь ему не нравится child, undefinite property, спрайт и павер. Так. Чё тебе не нравится, а? типа… Так, это класс… ээээ… класс спрайт. Ааа, у него не нравится то, что оно… Хотя… могло бы и так... Он крас у него нет split – да – хотя могло бы и так мою клипы. Амна следует запрати все-таки. так по я па я па я па я молчание 0 сделаю говорю как человек который различал языки программирования по дебагу ты тоже такой так по веб да 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 ебать она запустилась если нажать клавишу вверх то она не падает если нажать вправо тоже не падает и влево тоже не падает подозреваю что она сыпет ошибками тысячи ошибок потому что функция стоп у меня не папа ракета у меня куда-то я сказала сет блять ну что двигатели не ресетятся замечательным запуск мы нажимаем вверх-вверх-вверх и ракета уебывает максимально уебывает влево влево теперь ракеты от меня уебывают что в экшенскрипте по умолчанию паблик если не пишешь если ты пишешь класс описание класс по умолчанию приват так нам нужно сделать reset двигателю так значится engine значит паблик равняется нулю странно вообще насчет играть даже соглашение где-то по умолчанию пабли где-то приват в итоге здесь приходится указывать явно а раз приходит зачем вообще такая фича не знаю зачем такая фича нужно честно по идее вот она должна как-то уменьшаться ну давайте сделаем точка 7 чтобы побыстрее уменьшалась алса огня не видно мы даже приземлились ну хотя бы теперь мы ты проигнорировал вопрос а а а какую интерполяцию я использую здесь нет никакой интерполяции здесь простой баундинг бокс если попал в координаты значит вот оно так все работало по-мальчишски сейчас будет по-мужски да может быть может и не быть всяко в жизни бывает объясните мне почему у нас аханьку нету почему нас наш энджин форс не отображается ракета уебывает в небеса а а спрайт наш не отображается даже мы ему делаем эд чайлд а так у тебя коробкой ну раз одна ракета ту эпоху хотя она у тебя вращается вот если бы была коллизи по контуру играть было бы веселее если взять ракете центр масс рандомно вообще это изначально отладка для пид регулятора мне на заводе надо вот чем таким же управлять я заебался просто перешивать микроконтроллер и вот решил сделать такой стенд себе так мне кажется не добавили эти двигатели на сцену максимальный код как я смогу после этого жить а может на ракете фальку написать это очень похоже получается надо отдать должное но мне уже предлагали написать роскосмос вот то что это роскосмос ты хочешь фалькон так так engine force а я не сохранил фалькон нет сохранил а а а а а а а а у кого из вас больше а не а у кого из вас больше а а меня тебе не жаль все это конечно хорошо так наша хуйня тикает только вот этих условиях у вас там опять датчик вверху ногами тебе не жаль ты занимаешься rocket science лучше знаешь что делать хорошо мне думать сложно больно у меня мозги не работают так что терпите давайте становиться топовыми вот тут недавно ракету запускали туда всякие свои спутников доложили они теперь не отвечают на швабри было стимул радиолюбитель помоги честу найти а то они потерялись пиздык так это не rocket science это уже хэви машинели нахуй почему не весь чат на экраны вводится ты что нас не любишь ты что где-то еще сидишь ты охуел так еще недавно уже второй запуск иридиума состоялся короче интерната илона маска уже потихоньку где-то всплывают погодите ну иридиум же не маска иридиум был до него за тысячу лет академик внучаев русские советские ученые самоучка изобретатель школьного учителя основоположник теоретической космонаптики постановал использование ракет для полета в космос представляет их фальконом и насколько понимаю у них там соглашение образовалось короче маневровые двигатели нихуя не работают толком так нужно чтобы вот вот нынешний запуск это восьмая висия spacex по контракту с компанией иридиум группа спутников иридиум на кс на орбите должна заменить спутники предыдущего поколения аппарат предназначается для передачи голоса информации спутниковых телефонов иридиум после сегодняшнего запуска создания системы хули у тебя строя наклоняется это маневровый но пока про интернет молчат ну иридиум же не для интернетов а для телефонов так что это вообще проект сторонник организации так я вот думаю а нужно ли здесь м 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 я говорю что я объявлюсь со знаком прикрати указатель топлива да не бесконечное так я уже ну чё получилось в общем давайте максимальную силу ограничим двигателей так ты не мог просто привязать силу реактивный строй к отношению силы гравитации тебя запомнить что я в школе то особенно не учился я ее прогуливал понимаешь то что в cortex команде это есть это замечательно но как я cortex команд к себе на завод отнесу а так 9 и 8 метров в секунду 981 ну высота вы начали вот но но у меня же пиксели у меня же нет метров у меня живут так кстати она больше похоже на оригинальный лунар лэнда опять под ардуину кодекс пишешь да использовать транспонент у пикселей в метре и наоборот приопредели метрику пространство будь инженером я быдло ребята я тупое быдло так мне что то не нравится как мы теперь летаем как то менее управляемым все получается действительно давайте поменяем гравитацию что у меня дохуя сильная где она у меня гравитация давайте уменьшим понимаешь чтобы зарабатывать на фрилансе нужно сначала договор получить вот с этим у меня сложно так что то мне хочется чтобы скорость задавалась гиперболой параболой здесь была замечательная формула но я ее истер а нет вот она от velocity зато ты зарабатываешь карму скорую хватит чтобы тебя за херли в space x давайте здесь свелось поиграемся о ракета ты где нет велосипеде слишком большая помедленнее сделать двигатели значится . 1 . 05 да где ты видишь одну точку где ты видишь две точки короче мне все это стоебало пошлите играться спидами для начала будем стабилизировать вертикаль две точки это опечатка короче давайте вот тебя довелось поставить зависимости от других переменных типа топлива кпд сгорания силы тяжести а лучше еще от площади ракеты короче 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 пицца пицца как там не было пицца степ пицца 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 сначала чем не надо старт имеет ��о пиццы пицца пицца г Так, что такое PID? PID-регулятор. Так, это джава, это флэш. Слушай, я не собираюсь рассказывать синтаксис, это не кавычки, оскобки, так, погодите, фастыд не является, что, что, блядь, а, да, пицца, 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 ну, мама, 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 она стабилизируется, мама, она стабилизировалась, вот различия между нами, я теоретик, а ты берешь и пишешь рабочий код, а я бы сразу начал писать какую-нибудь сложную хуйню и даже ни разу бы ее не запустил. Зато ты понимаешь, что твоя хуйня делает, а я спиздил код с гитхаба и вот оно как-то через жопу работает. Есть какие-то три волшебных параметра, которые неясно как настраивать, после которых ракета улетает хуй знает куда. вот, так, и предлагают наклонить. Погодите, с наклоном, тут еще, в принципе, вот на этом бы уже все сдохли, вот, все тушки на борту сдохли. С такими параметрами ПИДа оно даже садиться не хочет. Я знаю интегральную часть надо поменьше делать. релатив поменьше сделаем. Но не хочет присадиться даже. В целом уже рабочий прототип. Прикрати проверку, находится ли ракета ниже уровня моря. И можно выкладывать игру. будет популярный. Я это для завода делаю, а не для игры. Это уже вторая версия. за сегодня. У тебя, когда первые 30 регуляторов больше двух, ракета почти всегда садится. так, первый, третий. Ну, получится ли? Видишь, она долго пытается стабилизироваться. Мне на работе за такое яйцо. Ну, не оторвут, но скажут, что-то как-то не так. Проиграл столько, как-то слоями не знаешь, что делает. Крутонул какую-то хуйню, и она улетела. По идее, видите, аж тысячи очков заработал. По идее, надо вот дериватив побольше сделать. Но она тогда вообще садиться не хочет. Она уебывает в небеса, и вообще не хочет. А мне нужно, чтобы она быстренько так хуякнула. Так. Сделай так, чтобы у ракеты был большой запас для масштаба. Ну, это, блядь, не для этого игра делается, понимаешь? Не для этого. В оригинальном, кстати, Луна Эрлендере так и было. Что такое дериватив? Позовите он у Чаева, пожалуйста. Я сам не знаю! Ты ведь понимаешь, что ракеты не так сажают? Нет! Нет! В ракетостроении берут три параметра ПИД-регулятора! Поменьше первую сделать. Ну, ладно. Так, ракета с таким ПИД-регулятором улетает нахуй. Так, давайте дериватив выкинем нахуй. И интегральную часть выкинем. Короче, с таким ПИД-регулятором оно улетает нахуй. Какой язык программирования нужно? Еще, чтобы было много денег. Самому интересно. Тебе бы еще датчик определения высоты, чтобы оно включало режим посадки на определенном расстоянии от площадки. Блядь, ну что вы делаете? Играетесь на глаз с регулятором! Возьмите и посмотрите, на что они влияют! У нас тут, видимо, человек, который в математику умеет. ПРРРРРРРРРРRR! ПРРРРРРРРРР! Вот это спизженное бноро библиотека PID-регулятора. Вот это у нас параметры. Значит, П это как-то пропорциональная часть, интегральная часть и производная часть. Это герцы, с которыми мы это делали, там 20 герц у меня, по-моему. Это количество бита, нужен ли знак. Судя по пикции из программача, это скала. Нет. Здесь, поскольку это код рассчитан на микроконтроллеры, все это считается на целочисленной математике. Потом вот здесь пытаются играть со всем этим. Получается PID. Это конфиги считаются. А вот, собственно, сама математика. Это P. Только что пролетела ракета вниз. Это интегральная часть. И вот производная. Потом все это, как видишь, суммируется, учитывая какие-то там коэффициенты. И дается результат. Ну и если результат дурн, то вот так вот. Целочисленная математика. Ты имеешь в виду фиксит поинт? Я имею в виду, ну да, фиксит поинт, то бишь только без поинта. Зачем оно так сделано? Не знаю. Для меня вот это все лютая магия. Вот это я ее так вот портировал, как умел. Алекс Гайвер на ютубчике показывал, как ловить плавающую запятую на ардуинке и стемочки. У Алекса Гайвера и ведро мусорное. Крутое. Не то, что у меня. Так. Ремофф The Integer Scaling Factor. Точно-точно без поинт? Ну, на сдвигах же. Мам, на сдвигах. Так вот, если ты примерно понимаешь, что делают эти пиды, ну хуй знает. Я бы не разбирался в этих переменах и математике. Я бы сделал юнит-тест и вообще начертил бы графики функций. Наглядность это хорошо. Вот, собственно, вот все то, что мы сегодня делаем, вот все вот это вот, это и есть наглядный юнит-тест. Чтобы понять, как вообще, куда идти, куда соваться. Это вот все, вот вместе взятое, это и есть юнит-тест. На самом деле, у меня на заводе задание есть, вот под это все. Смотрите, как приземлилось-то! Охуенно! Тысяча это максимум, да. Оно, кстати, теперь от поворотов не имеет какого-то такого... Эй! Эй, ты куда?! В общем, ракета уебала. Давай, делай стабилизаторы уже! Я вот даже не знаю. Эй! После этого, кстати, могу показать похожую игру от Техас Инструментс. У них еще смешнее демка есть. Вообще чудо, что оно может как-то стабилизировать мою ракету. Нахуй стабилизаторы, делай ракете дверь, открывающаяся наверх, можно продавать, как Теслу! Ха-ха-ха! Че-то делает эта кнопочка. Я тут сам не разбираюсь, но кнопочка че-то делает. Ой, нахуй иди со своим солнышком и дыркой. Так. зачем я вообще живу никто не помнит как я буду превращение делать так engine рот форс а уже от него от этого рот форс мы делаем рот или нет погодите погодите к так 141 так ошибка в чем надо это вынести глобальное так ошибка или нету так вот сезон пошел ты ведь курс и что подача горючего на ракетах параметризованы регулируется не как вкл-выкл а плавно а ты в курсе молодой человек что соленоид можно только открыть и закрыть ну еще его можно шимить а не вопрос а хули меня двигатели вот же у меня а а а а а сильную это открыть и загреть переменный резистор поставь лол шим есть только шим шим блять мы на заводе заказывали три сопла а а а ты только одно захуярил почему у меня вот их несколько лишь иногда видно два столба ну она из титана сделано очевидно пишешь два сопла так теперь давайте думать вот о чем за захуярил как много в этом слове да так теперь поскольку у нас три пида так пивной интересно что для этих пидов будет являться как бы основой жизни так охуительно ведущий только что поменял и мистическим образом разгадал загадку то почему физику современных игр выглядит по дурацки будто у тела нет массы ведь только что ракета как бы потеряла массу только ведущий сам не понял как это сделал прям как случайно открытие в рассказах брэдбери так пид я не знаю что эти пиды должны значить но мы сделаем так значится если пид 0 будет меньше то по идее он должен стабилизироваться но реально не совсем так а если опа я ну приземлились надо поправить коллижен бокс так так найдет ли ракета путь кажется нет вторая попытка а почти близко было а а а и и и а и и и и и Кажется, надо добавить if-else с учетом текущего положения ракеты. Или, о, у меня идея. Давайте используем третий пид как стабилизатор ракеты, вращения ракеты. Ладно, давай тогда не очень жестко сделаем. Может быть, кстати, я и объебался, а лев с райтом. Да, кстати, смотрите, я объебался. Да, надо их наоборот переставить. Ну подумаешь, не туда воткнули. Ну почти. Прекратите крутить штурвал, мы еще не взлетели. А теперь представим, что ведущий работает в 50-60-х годах прошлого столетия в космической отрасли. Мы не можем смотреть это прямо сейчас. Ракета стабилизировалась и ебнулась с ускорением вниз. Блядь, как мы будем смотреть видео, если запись пишется, а на ютуб нельзя выкладывать свидачки. У тебя мозги у самого есть? По-моему, он только в одну сторону хуячит всегда. Ну, допустим, угловой скорости у меня датчик есть. Пошли стабилизировать вращение. У нас есть как раз пин 3. И, значит, нужно сделать здесь цель 0, а у нас, не 0, у нас вот road force. Вот, теперь как-то из всего этого надо вот... Блядь, ну я не хочу отвлекаться, ну ёб твою мать! Так, вот, собственно, у меня сейчас 3 пида. Теперь вопрос, как мне скрестить их ответ? Это примерно как 3 капитана, которые ведут корабль. Три их тут. И каждого надо послушаться, в общем-то. Ай, ладно. Пик 2. Ну, допустим, что так. Возможно, я опять не туда. Хуячу. А мне ведь это всё ещё на микроконтроллер. Засовывать. Так. Так. Интересно, какой здесь force у нас вообще? Он его пытается как-то... Смотрите, она пытается его... В районе 39, а нам нужно 0. Блядь! Во время трансляции YouTube мы не смотрим. Точка! Что тебе непонятно? Все три работают. Первый, основной двигатель, только если мы вниз... Ну, смотрите, если мы летим вниз, но... Вернее, внизу уже почти. Но наклонены вниз, мы всё равно ускоримся. Тем более, что у всех этих ПИДов, ПИД-регуляторов, одни и те же параметры. А не факт, что они подходят друг к другу. Так. Ну, давай так. Какое интересное число получается. Так. Почему 40, а? У нас же... Непонятно, где лимит. А если мы здесь его уменьшим? Если бы он ещё теперь не пытался вверх лететь, было бы как-то получше. Так. Скорее всего, я опять объебался слева-вправо. Так. Давайте... Да, я, скорее всего, опять объебался слева-вправо. Так. Ну, попёрдывает-то вроде, оно правильно. Но... Как-то не так. Нет, у меня есть некая зона, где оно... Ну, ладно, давай расширим. Вот так вот. Так. Мне это надоело. Что там нам вообще дают? Чем нас там вообще кормят-то? Ой, какие у нас медленные значения. Нам нужен срочно множитель какой-то. А то мы с такими параметрами никогда никуда не улетим. Минутка истории. Во время разработки ракет-фау немецкие инженеры долго не могли понять, почему ракеты разрушаются в полёте. Тогда они разместились на полигоне в максимальной близости от стартового стола и наблюдали за ней из биноклей. Оказалось, что силовые конструкции ракеты сминало под действием силы ускорения. То есть ракета не обладала достаточной жёсткостью. Кстати, тогда она на них чуть не пизданулась. Так, у нас значения здесь маленькие. Может быть, поэтому? Давайте попробуем. Может быть, поможет. О, о, о! О, о! Работает! Видите, он противодействует мне. Так, уже неплохо. Только мне непонятно, так, до каких значений. Если у нас доходит до 40, можно, в принципе, на 1000 помножить. Господи, неужели? Смотрите-ка. Смотрите-ка. Но ушло... Так. Мне это всё нравится уже. Хули он на маневровых-то свисит теперь? Зато как стабильно. Так. Боже, что ты делаешь? Ты думаешь, я сам понимаю? А что я делаю? Так, здесь давай пошальнее. У-у-у... А-а-а... 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 Короче... Надо позвонить начальнику и сказать, э-э... Здравствуйте, я профнепригоден. Я не умею программировать. Этот проект, который вы дали, он не для меня. Е-е-е... Идеальная посадка! Я не программист. Вернее, программист, но не настоящий. Э-э-э-э... Так. У меня еще управление явно где-то перепутано. Так. да но хлеб про хлеб смотреть решили не смотреть вот она где-то летает рядом летает здравствуйте я умею сажать ракеты так что экипаж выживает так что космодром не прожаривается ющи заебист сажаю ракеты посажу у вас и вашу ракету всего 20 к успех 2 процента так чуть 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 а вы это видели ахуй его знает вот этот автопилот мы пытаемся сделать движители управляются пид-регулятором а вообще все это отладка для пид-регулятора который я нашел на гитхабе перри попавшийся как работает пид для меня это такая тайна и вообще пошли пошли смотреть хлеб а такую ракету на дороге этой страны не скоро пустят с таким автопилотом понимаете что это мне потом придется в подлодку добавлять в микроконтроллер давай покрутим почти почти а да почти вернулась я не знаю как крутить пиды пускай будет так как сразу с ее будет еще при старте направили подлодка и даже в море в море все есть . посадки но он как-то уже на уровне нейросети и работает давай пропорционального хуйнём о ёбнули пропорционального а дед распределенная ракета лодка садится куда захочется когда захочет кривость автопилот скомпенсированы обстоятельствами чем мы занимаемся давайте до хлеб смотрит она прилетела она смогла она просто долго пыталась найти свой дом никогда не долетала и вот опять где-то там далеко далеко может мне еще движок физически сделать а будет ракетный выводи x рядом с ресетом интересно же так где она тут шляется давайте посмотрим а да а и и а и и и и и и и а вот хипота у меня здесь и нету фу как я люблю функцию возведения степень совершенно неважно какой знак я знаю куда 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 ахахаха да смотрите смотрите она возвращается основу ее будет ракета неуловимый джо презентация на новых видах вооружений на ядерных силовых установках датьяка на далеко и уебала уже хватило с этим а Продолжение следует... Слабо вслепую ввести ракету обратно на экран. По приборам, как настоящие космонавты и пилоты. Слабо. Я не настоящий. Я даже не настоящий погромист. Я вообще не настоящий. Так. Идите все в пизду. И нахуй. Вот что я вам скажу. Значит, здесь. Главное здесь. Если engine... Engine Road Force... Так. Значит, если engine Road Force по модулю больше, ну, скажем, 45 градусов, то включается вот эта подстройка. Вот. И только она встала. А если что-то еще... То вот эти могут быть. Таким образом мы будем... Погодите. А хули она включила основной двигатель? Кто... Кто ему позволил включать основной двигатель? Так. Так. Engine Road Force. Так. 3. А-а-а! Точно! Нужно же рот смотреть. Reset. К тому же у нас рот еще и в радианах. Там уже. Или нет? Так. Так. Точно. Мы делаем не то. Это у нас рот. Force. А у нас еще есть и непосредственно рот. Это угловое. Угловое ускорение. Так. Значит, если у нас... Так. и вот здесь у нас если просто вот мы включаем аварийные стабилизации как-то не особенно но стабилизирует а нет стоп она как раз стабилизирует корректно она стабилизирует стабилизирует то что отключает двигатели так окей тогда здесь сделаем тоже вот просто рот так о о о о о о о о я а а а и 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 Михалыч, хорошо идём, потом хуяк, блядь, повернут ускорение, ебать, ракета летит на главном двигателе, параллельную землю разворачиваться и ебается с ускорением об землю. Ничего, опа, пролетели, перелёт, какие ускорения, какие дистанции, это надо делать в 3D, с анимацией, с графоном, с HD-картами. Так, мы на нужном курсе. Дистанция уменьшается. Гиперсветовую скорость развил, смотрим внимательно, сейчас вылетит птичка. Ес! Вот это посадка! Так, давайте сделаем не больше 10 градусов. Аутизм. Так, здесь... Здесь всё остаётся. Ладно, 20 градусов, давай. А там смешно, мне вот точно так же надо управлять системой. Я могу вкыл-выкыл двигателем, выкыл двигателем. Еее, идеально! А знаете что? В пизду этот нулевой регулятор мы сделаем просто. Listen... Ты помил. Есть. Ой, так, стоп, это нет. Так. Так, так он наоборот. Ой. Так. По-моему, я опять не перепутал всё. Или нет. Короче, она летит только вправо. Кхе-кхе-кхе. Хули, она только вправо летит. Так. У меня есть подозрение, что это связано со знаком. Вот здесь. Так, так, так. У меня есть подозрение. Вот здесь оно не хочет. Давайте сделаем так. Пять тысяч плюс. И сюда. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. 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 Наклоняю. Как работает. Зачем работает. Для кого работает. Как работает. Кхе-кхе. 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 Так. Так. Само. Продолжение следует. М بدёжная нитьяна. Кхе-кхе. Ебануться! В другую сторону я сказал! Не хочет, надо тюнить волшебные циферки! Короче, не сделаю я на заводе этот проект, не сделаю! Самое смешное, на заводе проект был сделан N лет назад, но они потеряли исходники! В общем, на сегодня все с этим аутизмом! Я так, думая... Будем смотреть про хлеб? Или спать пойдем? А, девочки? А хлеб смотреть бум или спать? Да не умею я простыми формулами! Да, хлеб это жизнь! Нет! Как печь хлеб? Нельзя так шутить, нельзя! Самое смешное, что... Задача решается как-то иначе! Но как именно мне никто не сказал! Ну что, нормально же работает! Иногда! Так... Сейчас я перезапущу поток... Мама! У меня вирусы на флеше! Не мешает мне спать и жить! Купиться на экиплекте! Нужно очень быстрое решение задач на самом деле! Смотря какая, сколько слоев! Так... Так... Что нам надо в этой жизни? Зачем мы живем? А-а-а! Нам нужно... Ребует...